В ночь с 15 на 16 ноября приемные решетки на станции первого подъема забились льдом. Подача воды была приостановлена. К утру водозаборное оборудование промыли, но при подаче воды начались прорывы труб. Первый в 300 метрах от водозабора на реке Лиментке. Его устранили в течение дня, но почти сразу давление снова стало падать. Соответственно, было понятно, что есть где-то еще одно повреждение. И уже в темноте были направлены люди на обследование второй нитки 400 мм. Это лесной массив, там с датчиками GP, с навигаторами они были. Серьезная авария произошла на крупной магистрали недалеко от моста через Лиментку. Разошлось соединение двух труб – металлической и пластиковой. Эту аварию ремонтная бригада устраняла всю ночь. К утру утечка была устранена. Мы потихоньку увеличиваем подачу и давление. Сейчас идет еще работа по промывке контактных осветлителей, потому что вода должна быть соответствующего качества, подаваться на город. И это займет некоторое время. Сегодня утром вода вернулась в квартиры большинства горожан. Сегодня хорошо. А вчера? Вчера не было воды целый день. А где, по какому адресу? Калинина 1. Утром была вода. А где, по какому адресу? Маяковского 37. А вчера как? Вчера не было. Совсем не было? Нет, тихонько летекла. Сегодня дали уже с утра? Сегодня, да, да. А по какому адресу? Калинина 1. А вчера не было? Вчера не было. Я даже не мог помыть посуду. Сейчас уже нормально. А где живете? По какому адресу? Мелентьева улица. А вчера как было? Вчера перебои были, слабый напор, потом вообще исчезло. А на каком этаже? На четвертом. На третьем этаже у меня было целый день, тихонько струйка текла, сегодня все нормально. А где живете? По какому адресу? Московского, 26. Аварии, несмотря на их серьезность и труднодоступность, мест устранили быстро. А вот с подвозом воды в Горводоканале проблемы. В распоряжении муниципального предприятия только одна машина, когда без воды остаются один-два дома, справляются. Но когда заявки поступают с разных концов города и в большом количестве, ждать воду людям приходится долго. В этот раз оперативно сработали некоторые управляющие компании. Были открыты подвалы, откуда люди могли набрать воды.